Добрый вечер! На канале Бук ТВ большие итоговые новости. В студии Виталий Матюшин. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. Председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович почтил память павших героев Великой Отечественной войны и возложил венки к вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков, начались в священном для всех белорусов месте – «Цитадели над Бугом». Яркое шоу, в котором вода, свет и звук создают единое яркое полотно. В Бресте открыли новый компьютеризированный мультимедийный фонтан на Советской. Максимально яркая подсветка, полноценность красок на водном экране и музыка создают потрясающий эффект танцующей воды. Золото нации. Спортивный потенциал. Лучшие из лучших. Ведущие спортсмены Брещины, участники вторых европейских игр, встретились в областном центре. Авторов главных рекордов мирового состязания честовал председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис. И это лишь малая талика тех событий и мероприятий, о которых вам сегодня расскажут корреспонденты программы «Итоги недели». Команда работала в авральном режиме, чтобы успеть снять, написать, смонтировать все то, что на этой неделе происходило в Бресте. И сейчас съемочные группы находятся на главных событийных площадках. Несомненно, тысячелетие Бреста входит в свою активную фазу. Но обо всем по порядку. На этой неделе в рамках рабочей поездки в Бресте находится председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович. Сегодня руководитель белорусского сената почтил память павших героев Великой Отечественной войны и возложил венки к вечному огню мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Для каждого брещанина день освобождения родного города – это святой праздник. Мы, современное поколение, никогда не забудем, какой ценой завоевана свобода. Мы никогда не перестанем преклоняться перед мужеством своих земляков, которые прошли через горнила Великой Отечественной войны. Мы думаем о них, мы помним о них, мы говорим героям-ветеранам спасибо за освобождение, за избавление, за жизнь. Я дитя военного времени, где прошло мое суровое детство в условиях фашистской Германии, в условиях вообще невыносимых и невосполнимых чувств. И когда приходишь сюда, я всегда кланяюсь перед теми людьми, кто воевал, кто отдавал свои жизни, для того, чтобы мы с вами уже скоро будем отмечать 75 лет Великой Победы. Это величайшее достояние и низкий поклон нашим братьям, нашим дедам, нашим прадедам, которые воевали, которые отдавали свои жизни во имя нашего будущего. А потому каждый год и в День независимости Беларуси, и в День освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков, мы приходим в священное для всех белорусов место, цитадель над Богом, чтобы почтить память павших и преклониться перед ныне живущими ветеранами Великой Отечественной войны. Возложение венков к вечному огню мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» – это символ памяти и признательности, той духовной связи между поколениями, которые присутствуют у всех белорусов. Ведь это они, седовласые герои, завершили самую страшную в истории войну. Беларусь помнит, Брест помнит поколение победителей, а потому никогда не будет много цветов и венков у вечного огня. Хочется в очередной раз склонить головы перед мужеством, героизмом этих людей, которые первыми встретили войну, и еще раз поклониться и высказать слова благодарности, признательности за то великое дело, которое они отстаивали – честь, независимость и свободу нашей Родины. И вот сегодня, когда общаешься с ветеранами, они молодцы. Они полны оптимизма, они, значит, в строю. И я считаю, что это очень хороший пример и для нашей молодежи. Уже после официальной церемонии возложения Михаил Мясникович пообщался с ветеранами по-доброму, по сыновьи, узнал впечатление о преображающемся городе, поговорил о политической обстановке в мире, поинтересовался здоровьем. Беседа была непродолжительной, но весьма емкой. Это действительно большой праздник. 75 лет прошло освобождение этого города. И, конечно, мы встречаем этот великий праздник для нас. Мы, вот эти участники войны, конечно, понимаем, что время прошло много, изменилось очень многое. И поэтому вот встретить этот праздник у нас огромное такое, знаете, желание, такое настроение. У меня такое боевое, правда? Конечно, конечно. Чтобы мир защищали, правда? Мир защищали, да. Небо, чтобы было чистое. А победа – это очень дорогое слово. В беседе с корреспондентами СМИ Михаил Мясникович поделился и своим впечатлением о происходящих изменениях в Бресте. С Брестом у меня связаны самые светлые воспоминания. И даже я, будучи студентом Брестского инженерно-строительного института, участвовал в создании вот этого мемориального комплекса, конкретно бетонирования главного монумента. Поэтому здесь, как говорится, есть и частичка моего труда. И мы действительно работали для того, чтобы увековечить вот эту память достойно. И мне кажется, это получилось. Тысячелетний Брест. Как он готов уже? Вот я знаю, что вы уже там все проверили. Совещание было. Да, да, да. Очень хорошо. Очень хорошо. Это новый город. Это новый город. Это замечательные, замечательные объекты. И в подготовке этого мероприятия, достойной подготовки, участвовала вся страна. Не только Брест, но и руководство Бреста и конкретно председатель горисполкома Александр Степанович Рогачук был мотором вот этого всего великого дела. И те объекты, которые социальные и транспортные, к тысячелетию, это дорогого стоит. Действительно, республика внимательно рассмотрела все предложения. И были изысканы большие достаточно средства для того, чтобы вот такой сделать достойный подарок для брещан. Приедете к нам? Да, да, планируется. Это их заслуга, что под мирным Васильково-Льняным белорусским небом строятся дома, возводятся новые производства, рождаются дети и празднуются тысячелетние юбилеи. Они сильны духом, они крепки в своих убеждениях, они горды званием солдат победы. В их честь пора, в их честь залпы орудий. Уже в сентябре Брест отпразднует свое тысячелетие. Масштабная подготовка к торжеству в эти жаркие летние дни выходит на финишную прямую. Отдельные объекты вводятся в эксплуатацию. В их числе и новая пожарная часть, открытие которой состоялось сегодня в преддверии 75-летия со дня освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Соединение будет обеспечивать безопасность на территории юго-западного микрорайона. Его удобное расположение позволит сделать помощь спасателей более оперативной. В торжественном мероприятии по случаю открытия новой части приняли участие представители вертикали власти страны и области, руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, расскажет подробнее. Практически весь день сегодня над юго-западным микрорайоном звучали сирены. К счастью, не оповещали ни о выездах спасателей на чрезвычайной ситуации, а гласили о том, что здесь торжественно открылась новая пожарная часть. Объект теперь уже один из выполненных пунктов плана подготовки Бреста к тысячелетию. Чуть больше, чем за год, строители смогли возвести на пустыре большой многофункциональный комплекс. Это очень замечательно, что наряду со строительством жилья, детских и дошкольных учреждений, школ создаются объекты, материальная база объектов системы защиты населения. И сегодня МЧС это значительно шире, чем пожарные, это значительно шире, чем то, что, безусловно, записано в ваших уставных документах. Я хочу вам сказать большое спасибо, потому что вы очень много делаете для защиты населения. Знаменательно, что открытие объекта состоялось в преддверии 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. В эту красивую годовщину на стражу безопасности молодого района встал 41 сотрудник новой части. У нас стало доброй традицией в этом году, в конце прошлого года, вводить новые объекты в городе Бресте. Это связано с знаменательной датой, которую мы будем отмечать в этом году и отмечаем. Но в сентябре основные мероприятия пройдут, это тысячелетие города Бреста. В рамках мероприятия губернатор региона Анатолий Лис был удостоен медали 160 лет пожарной службе, а мэр города Александр Рогачук – нагрудного знака за взаимодействие. Торжественная часть плавно перешла в экскурсию. Новый пожарный депо будет обслуживать юго-западный микрорайон. Просторное современное здание укомплектовано согласно всем требованиям. Особое внимание уделено материально-техническому оснащению. На вооружении спасателей здесь две автоцистерны, две автолестницы и вспомогательный автомобиль. Новая часть очень близко находится к новому микрорайону. Ближайшие подразделения прибывают очень быстро. Почетным гостям мероприятия был продемонстрирован эпизод из насыщенных будней спасателей. Считанные секунды и расчет отправляется на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Это единственное, что можно точно воспроизвести. Каждый выезд сотрудников службы дня и ночи не похож на предыдущий. И сложно сказать, что ждет этих смелых героев, как разыграется стихия, каков будет исход. Непростая, но очень важная и нужная работа представителей МЧС ценится особенно. В мирное время, проживая одну жизнь, они спасают тысячи. Мы постоянно развиваемся, постоянно вводим новые объекты, ремонтируем старые. В прошлом году ввели ряд объектов и в Астровце, вы знаете, и на Великом Камне, и в Ушачах, и ряд других объектов. Ну и сегодня, видите, как активно развивается город Брест. И здесь практически микрорайон порядка 60 тысяч жителей. И, конечно же, микрорайон не может существовать ни без школы, без садика, без торговых объектов, без больниц, так и без спасателей. Надо идти как бы вследом, потому что оперативность любой службы, которая должна быстро реагировать, зависит от времени прибытия, а время, конечно же, от радиуса выезда. Кроме просторного здания, возле нового подразделения появился большой спортивный комплекс. Их свободные службы время представители части смогут оттачивать профессиональное мастерство. Его ресурсы спасатели также продемонстрировали почетным гостям. Кроме того, сотрудники службы дня и ночи показали и свою будущую смену. Ребята уже успешно готовятся. Давай, давай, давай! В Бресте открылась новая достопримечательность – светомузыкальный фонтан на Советской. Аналогов ему нет в Бресте, да и в Беларуси подобных фонтанных конструкций всего несколько. Уникальность его в сложнейшей технической начинке, благодаря которой можно увидеть не просто струю воды. Перед зрителем открывается настоящее шоу, главными героями в котором выступает музыкальное сопровождение «Вода и свет». И все вместе – это водная песнь, слушать которую можно беспрерывно. Это настоящий драйв. Слов достаточно. Надо смотреть материал Ларисы Осмоловичей. Красив брезненные часы, но особый шарм ему придают часы вечерние. Когда в летний вечер на Брестском Арбате зажигаются фонари. Когда включается иллюминация в маленьких уютных кафе. Когда сумерки, как будто по мановению волшебной палочки, рассвечиваются яркими огоньками подсветок. Прогуливающиеся солидные супружеские пары, молодежь, детвора – все и все наполнено ароматом некой умиротворенности. Но вечер минувшей пятницы все было по-другому. Все брещане, а их без преувеличения были тысячи, оказались в одном месте в один и тот же час. Этого открытия ждали и вот свершилось. Прошло торжественное открытие фонтана, уже получившего название «Фонтан тысячелетия». Мы, конечно, предполагали, что этот объект вызовет интерес. Но даже в самых смелых ожиданиях не думали, что тысячи брещан придут сейчас на торжественное открытие объекта. Это говорит о том, что точка приложения выбрана правильно. Объект подготовки города к тысячелетию выбран правильно. Совершенно недопустимо, когда 18 лет на этом месте не было фонтана. Думаю, что этот фонтан, правоприемник прошлого, вас тоже приятно удивит. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Днем освобождения города, поблагодарить администрацию Ленинского района, которая сопровождала вместе с предприятиями этот объект. Он совместного финансирования бюджета и субъектов хозяйствования. И я уверен, что те эмоции, которые вы сейчас получите, не оправдают ваше желание, а будут выше ваших ожиданий. С праздником лучше Бреста нету места. Публичный запуск фонтана превратился в грандиозное шоу, участниками которого были и артисты, и горожане всех возрастов, и, конечно, те, кто в течение года занимался реализацией задумки молодых архитекторов, придумавших это чудо, которое уже сегодня называют кибернетическим. Здесь в единое полотно с музыкальным сопровождением слились вода, свет и звук. Мультимедийный, интерактивный, роботизированный киберфонтан – это правда? Ну, пока что только отчасти, но в оборудовании заложены все возможности, чтобы в дальнейшем это сделать. А что в дальнейшем будет? То, что есть, мы сегодня увидим. А что будет? Ну, заложена идея интерактивного приложения, чтобы каждый житель города мог немножко поуправлять фонтаном. И мы бы очень хотели его сделать, и я думаю, что нужна поддержка, нужны энтузиасты. Это не такое простое дело, не так много... Ну, то есть, это будет такое... Первопроходцы будут. А что будет? Будет возможность с жителем общаться вместе с фонтаном. Это как? С помощью мобильного приложения можно будет... Мы планируем сделать так, что создать атмосферу вечера, заказать какую-то определенную обстановку световую, возможно, музыкальную, получить доступ к управлению самим фонтаном. Танцы? Конечно же, это все планируется быть за деньги, но эти деньги, они должны идти на содержание фонтана, для того, чтобы этот объект поддерживался в надлежащем состоянии. Мы хотим поблагодарить администрацию города и Ленинского района за ту помощь, которая нам была оказана. Компания «Продом» готова браться за любые объекты любой сложности и управлять их срок с надлежащим качеством. Народная компания «Продом» – все для любимого города. Что еще ждать от фонтана в будущем, будет в будущем. Но сегодня фонтан уникален для Бреста. И уникальность его в сложнейшей технической начинке управляет всем система, которая подбирает комбинации струй, лазеров, подсветки и музыки. Брещане увидели не просто фонтан, а шоу, в котором вода, свет и звук создают единая яркую песнь воды. А чтобы это произошло, практически все предприятия областного центра стали участниками строительства. То, что сегодня именно Брестские архитекторы и строители построили такой объект, аналогов которому просто нет, это говорит о том, что потенциал Брещан очень и очень высок. А этот фонтан станет настоящей меккой, центром новой визитной карточкой современного Бреста, и, конечно, центром отдыха наших Брещан. Пришла, хочу посмотреть, как оно тут делается. Очень красиво. И люблю его. Грандиозный праздник сегодня. Так долго город ждал этого фонтана. Мы действительно очень рады. Фонтан музыкальный, поэтому он имеет прямое отношение к культуре. И я рада, что музыку фонтан я тоже немножко выбирала. Да, да, да. И вообще очень интересное событие, конечно, сегодня. Я думаю, что это будет место свиданий, встреч. Фонтан «Тысячелетие» – это новая яркая точка на карте Бреста. Он напоминает о том, что время течет по дубной воде, и остановить это движение мы совершенно не в силах. И это самый эффектный музыкальный фонтан в областном центре. И в Беларуси подобных конструкций совсем немного. Фонтан суперклассный, цвета музыка очень впечатлила. Он очень отзывчивый на музыку. Это очень радует. Можно сказать, у нас в Бресте своё батуми маленькое. Всё супер, всё понравилось, впечатлило. Мы очень рады, что у нас появилось в городе такое место. Это будет замечательным премпрепровождением для гостей. И нам есть чем похвастаться. Поразил своей новизной для нашего города. Это просто гениальное открытие для нас. Для «Тысячелетия» большой подарок. Он такой, он переливается, и он разноцветными цветами. Ещё он очень высокий, и он под музыку. Такого я ещё нигде не видела. Это замечательное открытие для города Бреста. Для всех жителей. Потому что это логическое завершение улицы Советской. Я очень рада, что мне довелось участвовать в открытии именно в этом городе. Потому что я здесь не часто. Я приезжаю из России, из Рязани. Это замечательный подарок. Это такой объект для семейного отдыха. Современный дизайн. Замечательный подарок. Лучше не придумаешь. Спасибо большое городу, мэру и всем, кто приложил старания к этому общественному месту. Оценивать всё, на что способен новый феерический фонтан тысячелетия, лучше всего, конечно же, в темноте. Когда на Брест опускаются прозрачные июльские сумерки. Когда явь превращается в сказку. Посветка фонтана на Брестском Арбате максимально ярко. Краски сияют. А музыка создаёт чарующий эффект неповторимости происходящего. И хочется сказать... Мы любим Брест! Ура! Лучше Бреста нету места. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о главном. Празднование тысячелетнего юбилея Бреста – это большой подарок городу и его жителям. Три года, отведённых на реализацию плана подготовки к миллениуму, утверждённому президентом страны, стали показательными по введению в эксплуатацию социально значимых объектов, благоустройству и озеленению городских улиц. Полным ходом ведётся реконструкция и строительство набережной реки Муховец и западного обхода. К первому сентября распахнёт свои двери для полутора тысяч юных брещан новая школа в Заречном микрорайоне областного центра. За последние два года Брест прирост хосписом, Домом правосудия, административным зданием налоговых инспекций, реконструированным Кобринским путепроводом и новым автовокзалом и ещё многими социально важными объектами. И темпы строительства не сокращаются. Новые проектировочные и архитектурные решения поступательно внедряются в застройках жилищного фонда, изменяя и модернизируя облик города. В подтверждении вышесказанному сюжет Натальи Луговкиной. Появление рисунков с изображением знаковых мест Бреста на строящихся домах нового квартала жилой застройки в Заречном микрорайоне города вызывают неподдельный интерес у берестейцев. Хорошо знакомые каждому жителю областного центра виды города – это реализация задумки проектировщиков и архитекторов, своеобразный навигатор по Брестским улицам. Согласитесь, что дом с изображением, к примеру, Брестской крепости будет самым верным ориентиром при поиске необходимого адреса. Вся работа, которая ведется сегодня управлением архитектуры, она направлена на качественное улучшение среды, городской среды. А городская среда, чем более многообразна, чем более многопланова, многофункциональна, тем она более комфортна. Решили сделать каждый район индивидуальным, уникальным, для того, чтобы можно было ориентироваться не только по нумерации, но и по внешнему образу, облику дома. Например, когда я еду домой на такси, я могу таксисту сказать «дом с бабочкой», «дом с одуванчиком», «дом с крепостью». И таксист знает, где этот дом находится. В новом районе, возле парка «Тысячелетие» мы взяли, в связи с тем, что и в этом году город отмечает тысячелетие, взяли образы, символы знаковых городских объектов. Это ЦУМ, это вокзал, это крепость. В общем-то, в городе действительно есть объекты, которыми мы можем гордиться, но, может быть, мало об этом говорим. Поэтому мы лишний раз напомнили, что в городе есть свои символы, свои бренды, которыми мы можем гордиться. Кроме эстетической функции и несомненной гордости за любимый город, такая роспись торцовой части домов способствует и психологическому комфорту человека. «Задача ставилась уменьшить масштаб застройки. Десятиэтажный дом для человечного масштаба – это достаточно высокое здание. Поэтому мы объединяли по два, по три этажа, например, в одну рамку. Поэтому дома эти кажутся, если посмотреть издалека, не считать этажи, они кажутся не выше 5-6 этажей. Когда можно с помощью обычных красок изменить восприятие одинаковых, по сути, домов, они воспринимаются совершенно сегодня по-разному и не давят». Эстетическая привлекательность, удобная навигация юго-западного микрорайона – это лишь малая часть из составляющих новой застройки. «Панельные дома, которые сейчас строятся, в основном микрорайон предусмотрен панельными домами застройка. Всего порядка 35 домов будет построено здесь. Все дома в энергоэффективном исполнении. Кроме того, уже в этих домах не будет пандусов и подъемников, так как Брежилстрой пересмотрел проекты домов этих, и входы в подъезды будут уже осуществляться с земли». «Это современные дома с инженерной, современной начинкой, которые обеспечивают минимальные экономические затраты на содержание этого жилья. То есть жить в нем будет дешевле, потому что у нас меньше расходуется тепловой энергии. Поэтому, конечно, это все требует своих постоянной модернизации, что и происходит. Особенностью этого микрорайона также будет являться то, что здесь будут установлены электрические плиты. Здесь не будет газовых плит, здесь только электрические плиты». Ещё одно новшество, которое было опробировано при застройке заречного микрорайона – укладка тактильной плитки и запреты въезда автомобилей на дворовую территорию. Это ноу-хау – один из пунктов концепции «Безопасные дворы – благоприятная среда для жителей». И если добавить сюда детские игровые комплексы и зелёные насаждения, всё вместе создаёт атмосферу комфорта для новых жильцов. А раскинувшийся по соседству парк «Тысячелетия Бреста» станет ещё одной зоной притяжения жителей микрорайона и всех горожан. К слову, в самой высокой точке города работы по благоустройству и озеленению ведутся и сегодня. Строительство парка разделено на три очереди. В настоящий момент мы работаем по первой очереди. Выделены деньги в районе 5-5 миллионов рублей нынешних для строительства этой первой очереди. Она в себя включает. Вот эту вот красивую зону в дорожках, тротуарчиках, велодорожках, пешеходных дорожках, растениями, с посадкой деревьев. Это именно прогулочная зона, зона отдыха. Есть зона административная. В настоящий момент подготавливается почва для посадки цветочных композиций. Ведётся активный уход за уже посаженными молодыми деревьями. Проведена и функционирует система автоматического полива, снабжающая живительной влагой саженцы и кустарники в летний зной. Будем надеяться, что те работы, которые ведутся сейчас, в окончательный период строительства, а сдаём мы этот объект 1 сентября, что растительность уже покажет свои результаты. Будем видеть зелёную травку. Я думаю, автоматический полив всё-таки функционально себя оправдает. Когда видишь, какими темпами ведётся строительство и благоустройство любимого города, хочется процитировать великого классика. «Я знаю, город будет, я верю, садут свесть». И то, что Брест встретит свой тысячелетний юбилей молодым и прекрасным, нет никаких сомнений. Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Материал о спортивной элите нашей области продолжит выпуск. Накануне прошла торжественная церемония чествования победителей и призёров Вторых Европейских игр, которые представляли в национальной сборной Брещену. 23 представителя области боролись за награды одного из крупнейших спортивных событий. Отрадно, что белорусы смогли достойно показать то, на что они способны. Как итог, 69 медалей в зачёте. Из общей копилки 15 наград на счету Брещан. В рамках встречи с своими впечатлениями от мероприятия спортсмены поделились с председателем облсполкома Анатолием Лисом. Золото наций – спортивный потенциал лучший из лучших. Ведущие спортсмены Брещена, участники вторых европейских игр в эти предпраздничные для города над «Бугом» дни встретились в областном центре. Авторы главных рекордов сегодня без спортивной формы. На один день они отложили тренировки, чтобы пообщаться лично с руководством региона. Спорт объединяет людей. Мы все живём в Европе. Это очень важно. И мы посмотрели, когда начинались игры, сколько людей. Только через Брестскую границу более 18 тысяч человек проехало именно по билетам, по безвизовому режиму на вторые европейские игры. А они, приезжая, понимаете, что смотрят на нашу страну, видят, как мы живём, что у нас тоже очень много хорошего и есть чему поучиться. Вторые европейские игры для Беларуси стали особенно знаковым событием. Более 4 тысяч атлетов из 15 стран прибыли в нашу республику, чтобы побороться за награды одного из крупнейших состязаний. За тем, что происходило на площадках, вживую наблюдали сотни тысяч зрителей. Миллионы следили за своими фаворитами через гаджеты и телевизоры. Всего белорусским спортсменам удалось завоевать 69 медалей, 15 из которых на счету берестейцев. Ольга Мельник принесла в копилку сразу несколько наград. Увлечённая спортивной акробатикой Брещанка всегда знала, её упорный труд даст шанс громко заявить о себе. Виртуозность и техничность исполнения элементов покорили международную публику. Конечно, было очень волнительно, потому что была очень большая ответственность, потому что ты выступаешь дома, ты выступаешь в подных стенах, на тебя смотрят люди, которые родные, знакомые, близкие, и не просто где-то там по видео, а смотрят на тебя вживую. Это была очень большая поддержка, ну, также очень большая ответственность. И мы, конечно, очень старались, и я считаю, у нас всё получилось. И, конечно, это было очень всё прекрасно. К этому мы шли не один месяц, не два, это была плановая подготовка в течение года. И, конечно, золото – это высшее, что можно достичь, поэтому, конечно, результатом довольны. Для Брещанина-Стрелка Юрия Щербацевича серебро европейских игр положило дорогу к ещё одной заветной мечте. Он получил лицензию на право участия в Олимпийских играх 2020-го в японском Токио. Залогом его успеха стал характер, сформировавшийся с годами, и спокойствие – важное качество для Стрелка. Естественно, спокойствие, какая-то целеустремлённость, наверное, ну, как и в любом виде спорта. Главное – спокойствие именно душевное – не нервничать, не психовать. Конечно же, руководство области не могло оставить без внимания такие высокие достижения берестейских спортсменов. Своими результатами они прославляют регион. В торжественной обстановке лучшие из лучших были удостойны почётной грамот от губернатора региона Анатолия Лиса. Здесь же, в торжественной обстановке, одной спортсменок, пинчанке Эльвире Герман, было вручено документальное подтверждение её нового статуса. Она стала человеком года Брещины. Конечно, такое внимание было особенно приятно спортсменам, которые, в свою очередь, подарили руководители области тематические фотоальбом с самыми яркими моментами вторых европейских игр. За всех спортсменов я бы хотела сказать огромное, выразить огромное спасибо вам за помощь, за внимание и за поддержку. А также вам подарить такой памятный альбом из европейских игр. Это запишем на все самые приятные моменты. А также мы надеемся, что вы будете заниматься творцом, даже с общественной нашей фотографией. Встреча получилась очень тёплой и дружной. Спортсмены поделились своими впечатлениями от большого международного события и заверили, будем бороться дальше за главные награды ведущих первенств. Я хотел бы пожелать, чтобы, прежде всего, за спортивными результатами вы были здоровы, значит, и смотрели, внимательно относились к своему здоровью, потому что результаты хорошие, прекрасные, есть куда стремиться, есть что завоевывать. Заключение брака – хорошее начало для союза людей уже в статусе семьи. В подтверждение тому множество знаменательных событий, как для пар, так и для сотрудников дома гражданских обрядов. Одни из них – регистрация тысячной пары молодоженов в год тысячелетнего юбилея Бреста и история романтической любви – пары, которая вместе уже 60 лет – бриллиантовых юбиляров. Знаковые даты для этих пар новобрачных обязательно войдут в летопись генеалогического древа их по-настоящему искренних семей. Юлия Селюк расскажет о любви и верности, надежности и искренности, чувствах объединяющих людей. У каждой влюбленной пары есть своя незабываемая история отношений, опираясь на которую можно писать книги. У Игоря и Светланы Джоз, которые в Бресте стали тысячной парой в год тысячелетнего юбилея города, уже своя, не похожая ни на какую другую историю. Число тысяча станет своеобразным оберегом по жизни, как и льняной рушник. Надежная защита от неурядиц и горестей – символ белорусских обычаев, подаренный представителями ЗАГСа. Рушник станет нашим оберегом семьи, будем передавать его с поколения в поколение, детям, внукам. Да, будем рассказывать, что вот так вот получилась такая очень хорошая история. Семья – это самое дорогое, что есть вообще в жизни. Нужно хранить семью, оберегать, семейный очаг женщине хранить. Я поддерживаю свою уже супругу, да, да, ее любить, помогать ей во всем, быть и в горе, и в радости с ней на долгие-долгие года. Игоря и Светлану уже объединило искренности взаимопонимания, преданности, любовь. А 20 июля стала для влюбленной пары особенным днем. В Доме гражданских обрядов жених и невеста приобрели новый статус мужа и жены. О том, что создание семьи не основывается на простом походе в ЗАГС и подаче документов, что это серьезный и важный шаг, как никто другой знает и семья Поболь. Александр Григорьевич, Рейса Григорьевна Поболе когда-то 60 лет назад именно здесь, в Бресте, зарегистрировали свой союз. Спустя шестьдесятков лет они вновь стали нарушник. Такие элегантные в своем золотом возрасте молодожены обменялись кольцами и закрепили свой столь долгий брак поцелуем. Свидетелями их бриллиантового торжества в этот раз стали дети и внуки. Это они сделали все возможное, чтобы их самые дорогие люди спустя десятки лет прониклись атмосферой торжества и почувствовали себя молодыми. Всегда ждала, всегда вспомнилась, как он, что он. Всегда, когда приходила домой, вставляла ключ в стекло, а жених тогда уже успокаивалась. Сама тоже работала, ребенок был маленький, всякое было. Главное больше всего не столько любить, любить, сколько уважать друг друга. Любовь это такое, мимолетная, молодость. А сейчас это просто огромное уважение друг друга, терпение. Ну, часто терпеть уже нечего терпеть. Сейчас уже свыклись настолько, что сидим на диване молча, но понимаем, что рядышком друг друга мы сидим и видим друг друга. Можно молча сидеть, но чувствую, что рядом дорогой человек. Рука об руку они идут по жизни все это время, а в их глазах все та же любовь и теплота. Нам большего не надо, отмечают бриллиантовые юбиляры. Секрет их счастливого и крепкого супружества заключается в терпении, уважении, умении прощать. Терпеть друг друга. Терпеть друг друга. Потому что, когда слышишь, характерами не сошлись. А у нас тоже, слава Богу, она свое, я свое. А вот тут надо уметь поддержать ее, она поддержит меня, как я один раз сказал. Я без нее ничто. 50% ее, а еще потом еще пополам. Потому что, когда на службе находишься и знаешь, что тебя дома ждут, уверен в том, что тебе помогут. Сотрудники ЗАГСа отмечают, празднование свадебных юбилеев всегда радостное событие, как для них, так и для пар. И чаще всего инициаторами грандиозных торжеств выступают дети. Мы с радостью всегда откликаемся. Даже находим время, если у нас все занято. Мы всегда приглашаем их. Проводим, конечно, индивидуально к каждой паре относимся. Немножечко здесь затрагиваем их личную жизнь, трудовую биографию, период знакомства. Ну и то, как они прожили в браке. В 2018 году мы провели 15 юбилейных свадеб. А вот по состоянию уже на сегодня, 26 июля, у нас уже зарегистрировано 9 юбилейных свадеб. Очень радует то, что в этом году особенно радостно, наверное, для нас и для нашего города. В такой праздничный год, когда мы отмечаем тысячелетие нашего родного города Бреста, у нас уже проведено 3 бриллиантовых юбилея. Уже завтра в кругу близких они отпразднуют свой семейный праздник – бриллиантовый юбилей. А их награда свыше – дети, рожденные верности, внуки и правнуки, воспитанные в настоящей любви, самая ценная надежда и опора в их жизни. Это золотые родители для нас и ценные родители. Мы всегда с них брали пример. И мама, и папа у нас, они очень трудолюбивые и учили нас этому. И учили достигать цели, которые мы ставим, и идти к этим целям до конца. Дай Бог им здоровья. Это подарок Бога просто, чтобы у детей были такие родители наши. Как сестра сказала, отец настолько трудолюбив, даже в свои 82 года он без труда не может. Ему нужно чем-то заниматься. Он не может сидеть на диване, смотреть телевизор. Ему нужно ходить, ему нужно что-то делать и так далее. Мама тоже, с учетом здоровья, у нее меньше получается. Вот они всегда как бы преподносили для нас пример именно взаимопонимания в семье. Они могли поссориться, поэтому через буквально какое-то короткое время, рыбочка-рыбонька и все. И мы это воспринимали как нормальное, не было никакого стресса, ничего. Всегда был мир и взаимопонимание. Быть с тобой в горе и в радости, в бедности и богатстве, поддерживать и вдохновлять, беречь любовь до последнего вздоха. 60 лет Александр Григорьевич и Раиса Григорьевна одержат эту своеобразную клятву. Тонкая нить между юбилярами на протяжении этих лет только крепчает и объединяет. В подтверждении трепетные объятия мужа и влюбленные глаза жены во время свадебного вальса. Юлия Селюк, Григорий Пекарский, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40.22.50. Утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте. 54 63 67 мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни июля. Я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 28 июля погода в Беларуси будет определять теплая, неустойчивая воздушная масса. В Бресте ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь. День будет солнечным, без осадков и очень жарким. Температура воздуха составит 30-32 градуса. Ветер переменных направлений умеренный. 29 июля ночью сохранится влияние теплой, неустойчивой воздушной массы. Днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с северо-запада европейской территории России. В Бресте начало рабочей недели будет солнечным и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 19-21 градус. Максимальная днем 30-32 со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин